Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале Майджи Тиру. У нас появился новый японский бренд. Он называется Томс. Мы стали официальным представителем бренда Томс в городе Новосибирск. Продавать будем мы его, во-первых, через нашу маркетплейс. Это Озон Вайлберрис Мегамаркет. Все ссылки в описании к каждому видео есть. В том числе и к этому перематывать вниз. Там есть три ссылки на три нашей площадки. Уже товар там есть физически. И плюс к этому продавать будем мы его, конечно, оптом по Новосибирску. Поэтому, если у кого-то есть желание приобщиться к бренду японскому Томс, сможете смело обращаться к нам по нашим телефонам общим 8 800 550 5722. Находимся в Новосибирске, работаем с 9 до 5, с понедельника по пятницу. Остальные телефоны наших менеджеров в описании к этому видео есть, под дублирующиеся. По этому телефону не дозвонитесь, звоните по другим. Бренд. Кто делает, где делают, Япония, не Япония и так далее. Мы, конечно же, более подробно к этому бренду коснемся чуть попозже. Я уже... Несколько брендов у меня есть там на примете, которые я рассказывал, про которые не рассказывал более подробно. Мы к этому коснемся обязательно. Сейчас просто катастрофически не хватает на это времени абсолютно. Итак, давайте кратко. Бренд Томс. Томс это тюнинг ателье японское. Японии достаточно на слуху. Они спонсируют команды, некоторые спортивные и так далее. Тюнинг ателье в Японии это сверх популярная тема. На пике она была, наверное, лет так... 5-7-6 лет назад примерно, и в последнее время скакануло еще из-за того, что там Гэзо Рэйсинг со своими Супрами и GT86 там вылезли. В общем, в Японии многие корпорации автомобилестроительные, все практически имеют свои тюнинг ателье. У Тойоты это Гэзо Рэйсинг, соответственно, ну и бывшие TRD, а у Хонды, Мугин и так далее. Есть отдельные тюнинг ателье, не связанные с тюнингом перестроением. Это, например, там HKS, это Грэди, это Лакос, это SP. Да их дофига на самом деле, их много очень. Тюнинг ателье, которые делают все, что связано с тюнингом для авто-мото-спорта. Некоторые специализируются там на, например, там мото-спорте, некоторые на авто-спорте, например, там Верити, самая косая Коги, да, которой мы занимаемся. Они спонсируют очень много по мотоциклетному спорту, например, там, да, вот про мото-спорту. Много тюнинг ателье, которые занимаются разными вещами, в том числе и производят некоторые из них под своими брендами смазочные материалы. Многие из них делают на аутсорсинге. Так вот, Томс делает смазочный материал на аутсорсинге. Они не сами, конечно, производят, естественно. Это просто чистое тюнинг ателье. Но кто-то скажет, что это чистый маркетинг. Да, возможно, но продукт делают в Японии, в принципе, мне этого уже достаточно. Где производится? Вообще не тайно абсолютно. Я знаю завод, который делает эти продукты. Это Нико Сенгю называет завод. Я вам покажу его попозже, больненько. У меня прям открыта вкладка в компьютере, прям в офисе. Мы посмотрим с вами на завод. Завод очень древний. Прям, блин, сколько лет стоим? Ну, не сто, конечно, блин. Но лет больше 30 точно завода. Это завод очень древний. Небольшой заводик такой. У них там есть две лаборатории и один завод. Вот там они делают продукцию. Для многих это структура сторонняя, которая не принадлежит бренду Томаса. Они Томаса пускают бренд просто на аутсорсинг. Так вот, бренд делается там. Завод я вам покажу. Делается он в основном на Эфтоне. На присадках, как правило, базы используются. Они и дымятся, используют и Энеос. Вот, в принципе, стандартный такой суповой набор. Завод очень древний, еще раз напомню. И завод этот не работает, как правило, с корейской базой, что сейчас популярно в Японии, в принципе, достаточно. Они работают с базами и местами. Вот, все. Очень просто. Баночки выглядят симпатично. Давайте я покажу вам, как они. Банки те же самые, что у любых японских продуктов. Все те же самые характеристики, параметры, швы. Сделываются на Галлс и Камп. На заводе, в данном случае, это Чиба. Чибовский завод производит. Вот, стандартная его ручка Бридж. Шлифовка. Язычок. Все стандартно. Абсолютно банки японские, на самом деле. Это на Галлс и Камп производят. Вот, литровые канистры. Литровые канистры на нас Сейко делают, скорее всего. Я так не скажу на скидку вам. Двадцатки тоже стандартные. Это на Галлс и Камп производят. Они отличаются от Japan Pale тем, что у них маленько другой шов. У них шов такой, более такой широкий. А в остальном это те же самые канистры, что делаются на Japan Pale. Вот, здесь есть аббревиатура на Галлс и Камчиба тоже. Суперфируется. О, продукты эти делаются в Японии, на самом деле, реально. Продаются ли они в Японии продукты эти? Двадцатки продаются через маркетплейс. Они через некоторые японские, через площадки торговые японские продаются. Двадцатки. Четырёшки, наверное, вообще нет. Они, скорее всего, делают специально для внешних, для России в том числе. И только для России, потому что они по-любасу продают это всё во Вьетнам, в Китае, в Талант, в Малайзию, в Сингапур и так далее. Наверняка они всё туда продают 100%. Потому что Тюнинг и Теле, Томс, они, в принципе, известны в тех странах взятских тоже. Поэтому Орёл продаж этих брендов, этого бренда, вернее, он в Японии очень мало, они продаются. Скорее всего, там практически ничего не продают. Потому что все крупнейшие сетевые магазины, японские, например, Автобакс, Елухат, Абгараж, но даже маленькие, более мелкие, типа Джеймс Анкар, у них есть свои бренды, которыми занимаются. И бренды Тюнинг и Теле, которые там оставляются, а это, как правило, Авакос, это, как правило, ХКС, которые всегда есть в этих магазинах больших сетевых, они полки там окупают, это дорого стоит достаточно, они там тоже нихера не продаются, на самом деле, по факту. Но стоят, всё равно выставляются. Так вот, эта тема, ещё раз скажу, конечно же, тюнинговая, это тема маркетинговая. Ничего особенного в этих маслах, конечно, 100% нет. Это обычные японские стандартные масла, как любят говорить, эти самые наши эти прожарщики, да, вот, Елсаковские. Ну, сейчас пакеты присадок, которые делают Эфтон, например, там, да, там, для Европы, для Японии, они одинаковые абсолютно, поэтому, конечно, глупая тема с тем, что масла японские более слабые, чем европейские, это такая бриятина, которая имеется на одном пакете сделана. Конечно же, нет, естественно, полимер используются одни и те же, никто там не докладывает полимер, например, чтобы масло было менее крепким. Вот, поэтому, конечно же, делается сейчас на одних тех же пакетах, если в Европе делается на Эфтоне, например, на пакете, на этом, на Эспишном. Ну, к примеру, вот, Эспишный пакет, там, какой-нибудь, там, взять, там, 0,20, да, и в Японии это все одинаковые пакеты, одинаковые полимеры, базы только разные, но база не сильно влияет, третья базовая группа не сильно влияет на качество продукта, сделана она, например, в Европе, Эксономобилом, или, ну, сделана в Японии и Деницу. Вот, поэтому все эти бредни, забудьте про них вообще, про то, что сейчас там встречаются европейские масла, Илсаковские, японские, вернее, Илсаковские, от европейских масел, это все сделано на одних и тех же пакетах Эфтонских. Ну, и с Лерптонгевой, и с Инфениумом, и Брюзолом, в принципе, та же самая тема, потому что пакеты сейчас достаточно такие свежие, их там немного у этих производителей, по одному подвал пакета, наверное, всего. Вот, ну, имеется в виду производители присадок. Что касается ассортимента, по ассортименту у нас небольшой ассортимент, по Томса сейчас у нас есть 0W20, есть 5W30, эти два продукта плюс к этому есть у нас еще 20-литров в канистрах, 5W30, кстати, уже кончился, между прочим, у нас продали весь, по-моему. Есть SP-шка, 5W30, но нету пока что 530 самого ходового продукта Professional SP-шки обычной. Это C3, средний зольник, он есть в наличии у нас, но SP-шки обычные, бензиновые, у нас сейчас нету, потому что немножко она попозже приедет, ждем сейчас поступления, это будет где-то в районе, наверное, полтора-двух недель примерно, плюс-минус. И они же приедут еще и 20-литрового канистра, который у нас кончится, потому что у нас по приходу их сразу забрали, там есть клиенты, которые ждали. Вот, в принципе, все. Более подробно к этому бренду мы коснемся позже. Это никакая не псевдо-япония, не типа-япония, не а-ля-япония. Это япония настоящая, просто завод небольшой делает. Вот, поэтому, в принципе, можно смело покупать продукты, достаточно дорогие. Возможно, да, они дорогие, неоправданно. Может быть, эти продукты столько и там не должны стоить, по идее. Но, тем не менее, это чисто япония, японское качество, японский подход к бизнесу. Те, кто это ценят, они, в принципе, покупают данные продукты и даже не заморачиваются по поводу чуть-чуть, может быть, выше цены, чем у подобных продуктов, которые можно купить, там, дешевле, там, типа европейских или типа, там, каких-то, там, непонятных, где сделанных. Это, по крайней мере, понятно, где сделано. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyJT.RU. Подпишите, поставьте лайк, а жмите колокольчики. Напомню еще раз, что все контакты в описании к этому видео. И мы, кстати говоря, приурочим еще подарки по Томсу. Это будет у нас 100-тысячный подписчик на канале, я про это рассказывал уже. Мы подарим 200 тысяч рублей сертификатами по иглу, по верите, по 10 сертификатов подарим. И подарим еще, получается, мы на других площадках, кроме Ютуба, это будет Драйв 2, Дзен и ВК. Подарим еще масел много. В том числе это будут масла Томс. Вот у вас есть шанс реально их попробовать. По минималке это будет 5 канистр, 4-шек, в любом случае не меньше. Поэтому мы точно их подарим, 100%, и подарим еще карт-тендер тоже. Поэтому подписывайтесь на все каналы. Тема рабочая, работает тема, это люди получают подарки, призы у нас. Все абсолютно уходят от нас с призами, нормально с подарками. Без обмана, без всякого. Пишите, звоните. С вами Антон Воронков. Я на канале MyJT.RU. Подпишитесь, поставьте лайк, чтобы не было колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok